Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Сделай Сам. Для тех, кто зашел сюда первый раз, прошу у вас подписаться. Тут тонны полезной информации. Сейчас мы подойдем поближе к банке и расскажу, что мы будем делать и что я уже сделал. Также, кто хочет получать информацию здесь и сейчас, быть в курсе событий, я вас приглашаю в телеграм-канал, куда я буду закидывать полезную информацию, какие-то промокоды на скидосы, акции по инструменту, по стройматериалу, делиться полезными советами, лайфхаками, приспособами на стройке. Короче, тонна полезной информации здесь и сейчас. Ссылка будет в описании. А мы переходим к банке. Я на 95% закончил подготовку бруска для перехлестного утепления. Тут, видите, поставил свою самодельную туру, догнал брусок до верха. Сейчас еще со всех сторон обойдем. Тут у нас тоже все отлично. Уже подготовил материал. Начинать буду с двух сплошных стен. Но это быстрее и проще. Начнем с простого. Как видите, везде брусочек довел. По поводу соединения. Вот так соединял бруски. Вот с помощью вот такой пластины. У нас сегодня погода хорошая, но задувает ветерок. Так, заниматься утеплением. Проемы у меня все 590 миллиметров. В прошлом выпуске показывал. Кто не смотрел, советую посмотреть. Много полезных советов. Сегодня попытаюсь утеплить две стенки. У меня утеплитель техно-николь. Называется Rocklight. Это каменная вата. Утепляется как мансарды, скатная крыша, холодный чердак, баня, полы по лагам. В общем, для каркасного дома. Отлично подходит. Помимо того, что мы получаем хорошее утепление и экономим, скажем, на отоплении, мы также делаем хорошую шумоизоляцию. Также утеплитель. Срок службы более 50 лет. Мышь не едят, не гниет, плесень не образуется. Вот такой есть армирующий слой, что радует. Также, друзья, кто хочет затариться утеплителем на строительный сезон, я в описании под роликом оставлю ссылку, а также промокод на скидку в 15%. Это реально крутой кэшбэк, и на объеме вы будете экономить довольно хорошие деньги. После утепления сразу буду, получается, я уже замерил, по два сплошных яруса буду идти. Буду сразу закатывать ветрозащитную мембрану. Пленочка у нас диффузионная. Мембрана применяется для скатных крыш, стен, каркасных домов, вентилируемых фасадов. У нас фасад будет вентилируемый, после пленочки будет набиваться брусочек для вент-зазора, а потом уже будет отделочка. Поэтому, друзья, я потихоньку буду начинать. Буду в процессе все объяснять, показывать, как, что, чего. Так что желаю вам приятного просмотра и помчали. Не забываем защитные перчатки, очки, чтобы все у нас было как надо. Начинать будем с угла, потому что там у нас окно, много доделок. Надо будет допилить подоконничек. В общем, начинаем чистую стеночку. Процесс очень простой. Вставляем в край. Материал пружинит. И тихонько запаковываем его вовнутрь. У нас он пружинит. В дальнейшем мы обтянем пленочкой. Тут же набьется брусочек. И материал будет стоять шикарно враспор. Так, из-за того, что сильный ветер у нас, друзья, аж выдирает. Утеплитель вылетает. Как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Что мы будем делать? Чтобы по 100-500 раз нам не вставлять утеплитель, мы его будем сразу чуть-чуть прижимать шнуркой. Да, доп. работа. Но зато не возвращаемся к началу. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, вот такая красота за моей спиной. Давайте кратко расскажу, что у меня получилось. Я прошел 4 ряда утепления. Утеплял плитным утеплителем техно-николь, каменная вата. Расстояние по брускам я делал 590 мм, чтобы 1 см уходил на сжатие. Это важно. Доска у меня сухая, строганная. Друзья, если бы я использовал доску естественной влажности, то я рекомендую делать шаг между брусками и стойками 580 мм, потому что доска усыхается, и потом этот сантиметр как раз будет играть на сжатие. Утеплитель у нас шириной 600, встает в проем отлично, установив 2 ряда, то есть я сразу закатал мембраной. Ну, погода меняется, фиг его знает, мало ли дождик ливанет. Также второй ряд я прошел, добавлял уже леса. Вот такие у меня тут и леса, и стремяночка. То есть отлично помогают в работе. Прошелся второй ряд. Также все пробил с помощью скоб, с помощью степлера. Все окей. Чтобы лезть вон туда дальше, то есть тут уже надо ставить полноценную туру. То есть тура, ну, надо 2, даже 3, наверное, яруса выставлять. А так ничего сложного, потихоньку, полегоньку, если бы ветер не мешал, был вообще классно, друзья. А так, двигаемся дальше. Сейчас, чтобы вас не задалбливать такой монотонной съемкой, сейчас под мазончик включим таймлапс и пойдем вон туда за забор. Как сделаю, подведем итоги. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот такая красота за моей спиной. День был тяжелый, но работа выполнена. Уже сейчас буквально 5-10 минут и потемнеет, поэтому работа выполнена такая же. Обращаю внимание, что тут есть клеевой слой. Тут надо вытаскивать пленочку, и потом она в дальнейшем склеивается. Плюс я фиксирую скобами и стараюсь этот клеевой слой, чтобы размещался на бруске. Таким образом, чтобы помимо того, что она склеится с лентой, то есть есть клейкая лента на ветрозащите. Я еще добавляю скоб. А что касается угла, друзья, сюда у меня ушел аж 40 см нахлёст, сюда ушел 10 см, и также вот сюда он заходит где-то 15 см, чтобы все было максимально перекрыто, герметично, и даже если вдруг сейчас пойдет дождик, чтобы все было закрыто. Защищено. Скажем так, в таком виде, ну, надолго оставлять нежелательно, но я уверен, как бы, 3 месяца у меня есть точно в запасе, может даже и больше. Но в зиму точно в таком состоянии нежелательно оставлять, потому что перепады температур, морозы, ну, нафиг. Плюс у нас сильные ветра, поэтому сейчас, когда полностью дойду весь контур, я сразу закуплю брусок, обошью все обрешеткой, чтобы уже конкретно прижать пленочку и дальше ковыряться спокойно. Вам же хочу сказать, друзья, спасибо за просмотр, задавайте свои вопросы в комментариях. Вдруг кому что интересно, какие-то моменты, буду стараться объяснять, показывать. И мы с вами увидимся в следующем видео. Я уже вам покажу полностью весь обернутый домик, как он смотрится, как выглядит. Я перетащил тут утеплитель заранее, надо вот тут доделать обрешетку и также начать все утеплять. Ну, плюс еще оконные проемы надо обрамить. Буду брусок 50 на 50, просто распилить вдоль, чтобы получить 25 на 50. Ну, об этом вы узнаете в следующем видео. Поэтому, кто не подписан на канал, подписывайтесь, поставьте лайк, пишите комменты. Я пойду Чайковского бахну и буду монтировать для вас видос. Я уже заикаюсь, все. Также, друзья, хочу вас пригласить в свой телеграм-канал. Там реально только одни плюсы. Первое. Вы получаете информацию, фотки, видео, какие-то ответы прям с любой стройки, где я работаю. Будь это у себя в бане, будь это кому-то я еду, какие-то движухи и интересную информацию. Второе. Туда я стараюсь публиковать все лайфхаки, советы, реально крутые приспособы, которые, ну, реально выручают в нашей жизни, особенно, что касается стройки. Третий момент. Я туда буду стараться скидывать все промокоды, что касается строительных материалов. Будь это инструмент даже, потому что, ну, кто-то начинает строительный сезон, хочется затариться по скидке, может, какие-то проекты, домов, то есть буду стараться туда засовывать всю полезную информацию. Ну, и в-четвертых, те, кто меня смотрит, те, кто меня поддерживает, я, друзья, вас реально круто уважаю, поэтому всех приглашаю тоже в Телеграм-канал. Очень удобно. Я быстренько сделал пост, комментарии там открыты. Любой вопрос можно написать, сразу получить ответ, потому что бывает, ну, в Ютуб-ролике я выкладываю раз в неделю, да, комментарии я читаю тоже нечасто, когда есть свободное время. А у многих есть какие-то вопросы, какой инструмент лучше, какой выбрать, что за пистолет, тут постоянно спрашивают. У меня все нет времени записать видос. Поэтому, друзья, залетайте в Телеграм-канал, буду все стараться рассказывать прямо онлайн. Вот даже сейчас вы посмотрели этот видеоролик, я утеплил две стенки. На самом деле, пока я его смонтировал, прошло уже 4 дня, и я уже зафигачил даже центральный фасад. Всю эту информацию, конечно, я опубликовываю только в Телеграм-канал, потому что на Ютуб делать такие короткие вставки смысла нету. Поэтому еще раз вас призываю, залетайте, давайте строиться вместе, общаться, искать какие-то плюсы, скидосы на инструмент, на материалы, обмениваться опытом. Я думаю, это реально круто и классно. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотр, и в следующем видеоролике вы уже увидите полностью окутанный дом. Скоро увидимся.